Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесии, в студии Ярослав Щекланов. Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесии, в студии Ярослав Щекланов. Состоялся круглый стол по теме «Субъекты России» о своевременности разработки комплексной федеральной программы медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями. Альбина Ламкова продолжит тему. Профессиональную дискуссию с насыщенной повесткой обсуждений вопросов Организации медпомощи и лекарственного обеспечения орфанных заболеваний организовали Комитет по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Республики при участии Министерства здравоохранения. А инициатором обсуждения выступил экспертный совет по редким заболеваниям при Комитете Государственной Думы России по охране здоровья и Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика». Всем присутствующим представили результаты проведенных ими исследований на обсуждаемую тему, а также предложения в Организации дальнейшей работы, учитывая и правовую сторону вопроса. Президент одной из крупнейших зонтичных поэциентских организаций России Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» Светлана Каримова отметила, что редкие заболевания должны стать одним из приоритетов нашей национальной политики страны. Необходима все-таки вот такая национальный план, стратегия и из нее вытекающая такая федеральная программа комплексной помощи, потому что помощь необходима не только по лекарственному обеспечению, она также необходима и в социальном направлении, и в разработках, и в диагностике. То есть проблемы цепляются одна на другую. И вот мы как раз с 2020 года, уже начало 2020, начали свои поездки по регионам Российской Федерации. В настоящее время Минздравом России зарегистрировано около 270 орфанных заболеваний. Но только по 28 из них пациенты учитываются в федеральных регистрах. При этом, как отмечали участники-эксперты, неверно думать, что такие заболевания проявляются в детстве. Обнаружиться они могут до 80 лет. Депутат Государственной Думы, профессор, председатель экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по редким заболеваниям Александр Румянцев отметил, что до некоторых пор лечение подобных болезней было симптоматическим. Понимание же того, что каждое фанное заболевание может включать в себя до пяти генных мутаций, дает возможность продвигаться в исследовании их причин, а значит и в их лечении. При этом, чем раньше заболевание выявлено, тем легче с ним бороться. Практически ни один регион не имеет возможности самостоятельно ставить диагноз из-за отсутствия необходимых лабораторий. Поэтому пациентам приходится лететь в Москву. Депутат Народного собрания Республики Хасан Хубиев предложил выйти с инициативой создания центра диагностики на территории СКФО или ЮФО. Очень правильно, Александр Григорьевич сказал, есть заболевания, которые носят здоровье угрожающий характер, а есть заболевания, которые носят жизнеугрожающий характер. Вот ряд фанных заболеваний, большинство из них, это жизнеугрожающие позиции, которые мы должны обеспечить некрасными препаратами. Кадим Шаманов в своём выступлении сообщил, что в республике количество лиц, страдающих заболеваниями, включёнными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности – 160 человек. Рекордственное обеспечение одного человека с таким недугом составляет около 20-40 миллионов рублей. Это непосильная нагрузка на региональный бюджет. Кроме того, регистры по 243 орфанным заболеваниям не ведутся, поэтому финансовые потребности больных не учитываются, что также становятся проблемы. Выходом в такой ситуации могла бы стать передача затрат на медицинское обслуживание таких граждан на федеральный уровень. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами снег, ночью в отдельных районах сильный. Ветер западный – 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночи – 4-9, в горах – до 14 градусов мороза, а днем – 1-6. В горах местами – 7-12, ниже нуля. На дорогах – гололедица. В Черкесии снег, ветер западный – 5-10 метров в секунду, и порывы будут до 11-14. Температура ночи – минус 4-6, днем – 1-3 градуса, ниже нуля. На дорогах – гололедица. Впервые в Черкесске. Выставка «Страна обезьян и пушистиков». Мартышки и громки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького 8. Продолжаем выпуск. Резонансные преступления, их раскрытие и расследование. Комментарии следователей и очевидцев. Все это смотрите завтра в программе «Следствие СКР-09». Пожизненное. Такой приговор огласили жителю республики, которая обвиняется в двойном убийстве. Злоумышленник совершил убийство малолетних детей, потом утопление их реки. Тоже она мать-кукушка, да еще и убийца собственного ребенка. Поиски женщины продолжаются. «Обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также признаки механической аспекции». Артиллерийский выстрел или непрофессионализм командира? Кто дал старт с ходу снежной лавины в Домбае? «Был обнаружен к вечеру этого дня труп Маршанкова, который погиб. Покушение на убийство в Центре Черкеска возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей республики. «Один из злоумышленников произвел потерпевшего. Не менее двух выстрелов из огнестрельного ружья, от которых последний упал на землю». Завтра на телеканале «Россия-1». В 8 утра смотрите программу «Следствие СКР-09». Сегодня состоялась церемония открытия главного спортивного события планеты Олимпиады 2022. 24-е Олимпийские игры проходят в Китае. Более 200 российских спортсменов сейчас находятся в Пекине. Масштабная акция в поддержку сборной команды страны прошла в курортном Домбае. Десятки лыжников и сноубордистов с российскими флагами совершили массовый спуск по горнолыжным трассе с высоты более 3000 метров. О том, как прошел флешмоб, расскажет Алла Качаева. Пятая очередь канатной дороги Домбае. На высоте 3008 метров над уровнем моря, минусовая температура и небольшой ветер. Но это никак не сказывается на патриотично настроенных молодых людях, которые собрались, чтобы поддержать российскую сборную на Олимпиаде в Пекине. Россия! 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 Сегодня в горнолыжной столице Юга России активно звучат патриотические лозунги. Россия! Вперед! Любители горнолыжных видов спорта активно поддерживают наших олимпийцев. Спортсмены нашей страны выступят не как сборная России, а как команда Олимпийского комитета России под флагом ОКР. А во время церемонии награждений вместо гимна будет звучать первый концерт Чайковского. И сегодня им, которые защищают честь страны, как никогда очень важна поддержка своих земляков. Малогвардейцы Единой России Корочева-Черкесии, все участники горнолыжного фестиваля Катадзе, а также все желающие решили организовать флешмоб и тем самым сказать, что несмотря ни на какие ограничения, нашим спортсменам всё по плечу. Мы сегодня очень рады будем поддержать наших олимпийцев на Олимпиаде. К сожалению, они не смогут выступать с нашими флагами и петь под наш гимн, но мы большой молодёжной тусовкой будем очень рады поддержать наших олимпийцев. И, конечно же, сила духа России. Я рада вас всех здесь приветствовать. Мне безумно приятно, что у нас столько молодёжи, которые неравнодушны к спорту, к зимним видам спорта. И я думаю, что вас не оставили равнодушными наши виды. Рад присутствовать в самом молодёжном всероссийском фестивале «Катадзе-2022». И также хочу сказать за наших олимпийцев в Бекине «2022». Вперёд! Олимпийские игры – важнейший старт четырёхлетия планеты и самый особенный для спортсменов. Этот грандиозный по своим масштабам праздник продлится до 20 февраля. Участники акции пожелали членам российской сборной как можно больше побед и отметили, что они не одни. За ними тысячи сердец, которые искренне верят в них. Я хочу сказать, чтобы всё, что происходит сейчас, чтобы ни в коем случае не накладывало никакого отпечатка. Отпечатка – да, мы лучшие, мы всегда были лучшие, мы всегда ими будем. Россия вперёд! Домбай – место притяжения тысяч людей со всей страны. Особенные слова поддержки звучат сегодня и от тех, кто увлекается зимними видами спорта. Ребята признаются, что захватывающие соревнования и высококлассное мастерство спортсменов-олимпийцев мотивируют и вдохновляют их. Карачао-Черкесия тоже болеет за сборную России. Желаем всех больших побед. Хочу поддержать всю сборную России по биатлону. Ребята, вы лучшие. Спасибо. Более 50 лыжников и сноубордистов с российскими флагами совершили массовый спуск по горнолыжной трассе. Болеем за нашу сборную всю, за нашу молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. Потому что те, кто поехал туда впервые, это люди со всей страны, молодёжь со всей страны. Они не будут сегодня поднимать флаг города над головой и не будут петь наш родной гимн. Но мы, молодёжь, сделаем это за них и передадим это своими действиями и своими акциями. В Пекин отправились более 200 спортсменов, которые представляют 27 регионов Российской Федерации. Жители разных городов нашей необъятной родины продемонстрировали сегодня энергию единства. Поистине, народную поддержку. Мы хотим сказать, что поддержка – это очень важно. Нельзя лишать никого поддержки. И когда мы едины, мы непобедимы! Россия, вперёд! Алла Качиева, Ислам Урумов, Вести Карачева, Черкесия, Дамбай. Рыбная лавка приглашает всех любителей рыбной продукции. Всё самое свежее в широком ассортименте привезли в Карача-Черкесию рыбаки Камчатки. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что рыбу любят все. Всеобщую любовь она завоевала из-за большого содержания жиров. Это всем известные омега-3 и омега-6. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, а заодно помогают организму лучше справляться с нагрузками. А в период пандемии просто необходимо употреблять рыбу и красную икру. Всё богатство морей представлено в Черкесске в рыбной лавке. Мы снова приехали в Карачаево-Черкесскую республику. Очень рады видеть обратно наших покупателей постоянных, которые к нам всегда приезжают, приходят, покупают нашу продукцию, свежайшую продукцию, которая... Цены остались те же, которые и до Нового года. Ничего не прибавилось, ничего абсолютно. Вкусная также рыбка наша чавыча, которую вы знаете, очень полезна аминокислотами. И палтус очень жирный, вкусная рыбка, деликатес считается, диетическая рыбка, можете кушать любому человеку. Она очень жирная, но она считается диетической рыбкой. На прилавках вы найдёте всё самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых – кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбеца богата йодом. Регулярное употребление рыбы способствует очищению организма от токсинов, улучшает обмен веществ. Наивкуснейший палтус – популярный уже голец. Кстати, он водится только в реках Камчатки. Но и как же без чавычи, сёмги, горбуши, киты – любимой всем селёдочки из Кумбрии. Да и консервы здесь самые настоящие. И вот она, словно рябина на снегу, сияет и манит. Красная икра. Уважаемые наши покупатели, мы приглашаем вас на нашу рыбную лавку. Мы работаем до конца недели, включительно в воскресенье. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8, центральный вход. Мимо такой аппетитной рыбки пройти просто невозможно. Аромат на всю округу. Успейте до конца недели заглянуть к нам в гости. Светлана Шаганова, Расул Бердиев. Вести. Крачаева. Черкесия. Это все вести. Всего доброго. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова